жень можно сказать твоя визитная карточка среди болельщиков спартака это фотограф чемпионского спартака и лично карреры можно так сказать ох ну я же как бы не для клуба снимала сам по себе просто так получилось что клуб почему-то после чемпионства как-то не сделал никакой меморабилии да про это сувенирки а я книжку выпустил не знаю тебе наверное видней хорошо так назвать ну ты сам так себя характеризовал как личный фотограф карреры чемпионского сезона нет но все же в журналистике личный фотограф это какой-то такой ну очень конкретная вещь если бы не за каррер меня нанял бы я бы просто ходил за ним хвостиком тогда да это было бы классно но но нет нет я просто журналист который я журналистом стал потому что это спартак боли и потому что я хотел снимать футбол и концерты а это делать невозможно если ты сидишь на трибуне тебе нужно как-то аккредитовываться и я как бы через это желание пришел в газету и сказал типа вот давайте я буду аккредитоваться и такие ну давай но заодно еще как потом неожиданно начали всякие митинги и прочее но первичный для меня как раз был футбол и концерта поэтому это просто одна и очень необычная для меня история среди каких-то длинных штук которые я делал и на самом деле смешно получилось ну то что я просто не знаю с получается как раз одиннадцатого десятого года просто аккредитовался ну почти на каждый домашний матч иногда на выезда и снимал снимал снимала какой-то момент ну просто все сложилось и получилось ну вот чемпионство у них случайно получилось сыграть а у меня случайно получилось ну как бы это все снять я и какие-то там следующие ключевые матчи и празднование гоня на поле и в перми первые чемпионский матч до их им в общем это какое-то такое в общем совпадение какого-то какой-то моей любви и моей профессии хорошо а как вообще ты пришел профессия наш ты открыть википедию начинал снимать группе ддт нет это было все примерно одновременно как раз я я учился на психолога и в какой-то момент и снимал параллельно ну просто не знаю ходил на концерт и снимал ходил на футбол и снимал ходил не знаю на митинг какой-то и снимал просто я это тогда еще не проговаривал ну просто это был какой-то способ восприятия мира что ли ну то есть вот чтобы что-то происходит ты это воспринимаешь через фотографию через камеру в руках и через это дальше как-то одновременно в разные стороны пошло sports.ru тогда делал трибуну и давал аккредитации они не давали денег но зато они аккредитовывали на хоккей в обмен на то что ты как бы ведешь там блог и постишь фотки я например по этой хоккейной аккредитации впервые попал в суд уже как бы как журналистка ходорковского приговор читали по хоккейной аккредитации и там стояли какие-то омоновцы почему-то опустили то что было написано крупно пресса и мелко кхл вот и тогда же как-то одновременно то ли через портру то ли через все что-то и на спартак я впервые попал я снимал для сайта локомотив инфо какие-то как спидафу ну типа того да это было смешно потому что как раз я к ним пришел когда они игр в черкизу играли локомотив спартак и они потом долго ругали что я больше снимал игроков спортака чем локомотив но при там я снимал вообще все до чего могут дотянуться какие-то игры молодежки локомотива конкурс мисс локомотив и одновременно с этим и для ddt что-то снимал и для не знаю сайта панк газетка точка ру короче ну была такая фаза когда я просто интуитивно чувствовал что хочу снимать и просто долбился во все возможные двери чтобы снимать все что можно вот ну и да и в какой-то момент дальше уже там я оказался в новой газете и стал системно снимать для нее и просто из одного места критовался в эти же все места от ddt до не знаю спартака до сих пор вот уже нет а вот до прошлого года пока у была клуба старая система критации у меня были критации под новой газеты хотя я уже сто лет там не работаю ну то есть короче да это как-то так всегда было таким каким-то просто облаком интересных каких-то тем и я просто в каждую искал какой-то способ залезть если такой человек есть как билл шанкли он сказал что футбол это не вопрос жизни смерти это гораздо больше что для тебя спартак дальше интересно тебя цитата про футбол а для меня это наверное немножко разные вещи ну то есть футбол классная игра я люблю его смотреть и так далее но спартак как-то отдельно существует я спартак болею ну просто всю жизнь у меня болел дедушка он умер ко мне было четыре года я почти его не помню но то ли у меня есть воспоминание то ли мне потом мама рассказывала как мы вместе с ним смотрели футбол и ну как-то вот просто с детства не знаю там какая-нибудь переигровка соси когда не перегровка когда мор ворота мерили со съемок мы с мамой там брежем шарлотка мама что-то мне про спартак раз короче это просто какая-то естественно часть моей жизни вот моей жизни есть не знаю фотография журналистика спартак не знаю жена ну то есть как то это какие-то просто часть жизни он как-то это всегда было со мной вот как-то очень просто ну просто футбол это как бы игра которая как-то вот типа на где-то миссия в англии играют футбол а тут есть спартак мне не очень интересно не знаю матчи урал химки или там что-то еще такого типа но спартак вот он как-то то есть матсити ман юнайтед дерби тебе быть не так интересно как будет спартак химки да конечно то есть я наверно посмотрю дерби но любой матч спартака это конечно ну это просто какого-то это просто другое ну то есть это какой-то часть жизни и я всегда во всех командировках старался не пропускать матчи я помню когда-то не знаю в киеве майдан воскресенье ночных вечер я пробираюсь через толпу и в телефоне это тринадцатый год ну как конец сезон конец зимной части как такие плохие были матчи но тоже как-то все равно ты ползешь и там в это какие-то не знаю трехсотычной толпе пытаешься найти связь или я когда-то в техасе делал главку для книжки про американские выборы это же между маленький город и я снимался как живет этот город и играли как раз был чемпионский сезон и играли когда 3-1 выиграли когда был этот слепой пас и 2 гола зелуиша 3-1 к выиграли дома как раз я был техасе ну как бы вот никак я не мог попасть и получил я смотрел матч этого же утра было в америка же раннее утро 8 утра но там так получилось что тем утром сначала в 6 утра у меня была съемка на каком-то конкурсе куриц то есть реально какой-то ангар техас значит и судьи такими указками тычут в петухов и куриц и по их реакции что-то оценивают по размеру хрень какая-то сразу после я потом поехал домой посмотрел футбол и сразу после этого радостный поехал на какой-то слет байкеров которые собирали плюшевые игрушки ну реально вот это я не знал что будет происходить просто увидел каких-то байкеров подошел вниз горят ну завтра сходка я поехал на сходку и значит стоит огромных очередь этих брак мужиков кожаных куртках и у них у всех плюшевые игрушки в руках реально барби какие-то ибо оно выяснилось что они собирают игрушки перед рождеством причем через корпус морской пехоты для бедных детей к ним морская пехота собирает из разных комьюнити насчет игрушки и распределяет и как бы получился на безумный день и ну на самом деле у меня много вот в какой-то рабочей практике таких историй когда в каких-то безумных совершенно местах я вот собственно смотрел матча спартака просто потому что нельзя пропускать и всегда подойдет как пытался подстраивать какие-то планы не знаю в машине из новосибирска в куда-то в иркутск не помню куда вот хорошо давайте задать вопрос сразу спартак или рай я ты есть поэтому спартак женя сколько вообще закатаешь ли на футбол и сколько выездов пробил спартак ну не очень много если московские выездные матчи не считать наверное около десятка опять же ну я просто в какой-то момент понял что мне важно снимать она выезде это всегда сложнее сложнее ну даже на чемпионский матч в перми я помню что я приехал за день по моему это была кататская беготня потому что клуб не отвечал и наш их в общем как-то всегда очень сложно было вот в европе в европе последний раз на выезде в европе я был на бильбао собственно в бильбао это было очень классный выход довольно ну так очень странно кончилось мы были с другом и женой и ну конечно там все эти какие-то драки перед стадионами нас не очень зацепило ну так как-то ты ведешь по улице внезапно ну и в целом это такая идиотская история как-то сильно меня обломала но в целом ну как-то в общем так спарадически короче зато есть что вспомнить же не просто как локальные выезды такая дурацкая история что город же офигенный совершенно мы там по моему дня четыре там же было как предыстория что мэр там все нам заявили что приедут русские фашисты а город настроен левацкий все осталось там же фантастическая фантастическая архитектура просто личного хозяйства у них такой стеклянный из разных собаках цвета да и гугенхайм 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 этот господи короче музей который это единственно это второй гугенхайм один в нью-йорке второе в блибайках два всего я просто перед ним собака стоит этот я просто воспринимаю в первую очередь через герри который как-то ну так получу я как раз гуляя вокруг него тогда влюбился и потом во всех поясках старался дофим у ездили потом там есть такой комплекс зданий им же построены в нью-йорке ходили да и в общем ну вот и такое классное место он просто кайф на и это идиотская хрень с значит заявлениями про фашистов и драки все эти ну как то так и да я все же вот много успел поснимать проекция нет я тогда был в общем просто с телефона туристом ну да да все же невозможно да я последние лет пять как-то сильно стал несравнимо но сильно относительно всех остальных команд стал болеть за барусю и несколько раз пытался на нее аккредитоваться несколько раз ездил просто несколько раз аккредитоваться тоже что невозможно потому что мы должны быть членом европейского профсоюза пресс-фотографов каким-то аккредитованным фотографом бундеслиги там один совет нас есть товарищ на берлине живет он инвалидскую застреление получил издает и как приписано к этому газете если это не легенда и вот инвалидскую газету очень достаточно хорошо аккредитуют на футбольный матч и фотографии еще сложнее то есть я думаю что прослужит проще попасть фотографов вдоль бровки да ну то есть я когда-то и в америке пытался попасть на нхл ну хоть на что-то на бейсбол просто интересно как это выглядит и невозможно то есть везде такие наши домашняя лига все вот какие-то серьезные ванхайл за кого притапливаешь канакс ванкувер внезапно как так получилось самый лучший город канады я никогда не был в канаде вообще но как так получилось что даже не за счет буре многие болеют те кто в россии болеют за канакс болеют из буре а я позже начал смотреть хоккей почему-то братья седина как-то меня впечатляли вот своей ну каким-то своим взаимодействием почему-то как настолько так так прикипел даже был один на них один раз в нью-йорке они приезжают мечты нет попасть в ванкувер там поснимать именно с бровки можно сказать хоккейный ну я честно говоря давно понял что на вот топ лиги американские просто невозможно попасть но они выдают условно 6 мест или там 7 мест и это там дети не знаю рейтерс фотограф лиги и все инвалиды боишься это только просто там же них классно все сделано у них же в отличие от кхл в называется на виражах давно по заворотах стеклах у них прямо прорези если фотографов для объективов и можно снимать ну не через стекло с царапинами она прямую это вообще классно очень хотелось бы хотя довольно опасно каждый год бывает история как шайба вылетает зазевавшегося фотографа но да как тебе доменика классно ну я опять же не тоже я какой-то знаток футбола но вот с точки зрения мне кажется просто есть развитие у команды 99-летие клуба влететь 0 3 у феи это подвижка слушай ну это конечно очень плохо но по жару куда сердце каждый год бывают такие матчи даже в чемпионский сезон вспомним в самаре в самаре 0 4 было ну тула ладно но там уже все ну да не в кондиция но мне кажется это знаешь вот мы когда с мамой взялся в году натуральный не вру резали шарлотку и мерили ворота на сцене динампом да это будет ваганом мотив да это был первый осознанный момент когда я помню матч спартака и мама говорила что спартак непредсказуемая команда кого угодно может обыграть кому угодно может влететь ну вот черт побери может это не так не знаю но понимаешь это такие вот слова бывает какие-то фразы в детстве ты их услышал они тебя как-то для меня как раз соответствует этому да ну спартак вообще и соответствует я к тому что ну вот я как-то привык смотреть на команду через призму этого и когда ну не знаю там команда в меньшинстве классно играют с локомотивом этот непредсказуемо ну казалось бы а потом следующий матч или там через один да вот 0 3 сухой ну черт побери но как бы миш я начинал болеть за спартак мне как бы это и обещали ну как бы окей это происходит я как раз довольно спокойно к этому отношусь но в целом мне кажется что если брать какой-то ну типа средний уровень то ну вот по крайней мере там может быть проблесками осенью и уж точно вот сейчас не если брать первые два матча после паузы и не брать там может быть последние пару но был довольно длинный период очень внятной игры очень у нас с уралом 5-1 наверно и даже может быть там да и с конями в общем-то ну динамо выиграли у них гостя какие-то абсолютно безнадежные дерби с циска и наверное не очень много помню вот таких вот прямо выносов как было сейчас он просто в одни ворота игра идет 90 минут и в этом смысле мне кажется что таких ну каких-то отрезков стабильности ну опять же понятно чего не все бегают ну не 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 просто make они вдохновились и выиграли внезапно какой-то матч что бывало не знаю при олениче наверное и не знаю что точно было при карпинге да а именно какой то ну пусть не очень классно воплощаемые пусть может быть не очень стабильно воплощаемый но все же какой-то структуры какой-то логики какой-то идеи в игре мне кажется сейчас ее сильно больше и при этом опять же ну очевидно уже наверное сейчас по таку нужен просто человек который не знаю, бегает по профи, всех материт и, я не знаю, может быть, там пиздит кого-то в раздевалке очевидно, что ТДСК это умеет есть мнение, я перебью, что ТДСК довольно-таки средний тренер на европейском уровне но этого вполне достаточно чтобы в российской премьер-лиге имея хороший состав занимать второе место поддерживаешь такое мнение? любой, скажем так, средненький, нормальный молодой европеец немец, да, пусть возьмем, придет и примерно будет такой результат то есть ТДСК ничего выдающегося, просто это специалист, именно европейского ну, возможно, вполне себе ТДСК еще и Шальке пришел, который заклятые враги Баруси и вообще Газпромовцы и все такое, тоже было таким моим ну, в общем, я так напрягался слегка когда он приходил, но черт его знает, может быть конечно, ты за мне кажется, что в любом случае понятно, что уже как бы бессмысленно об этом говорить но, в любом случае поскольку есть ощущение мысли мне, конечно, хотелось бы, чтобы он оставался просто потому что ну, в любом случае какие-то новые встряски и какие-то пертурбации ну, это все равно как минимум риск да, на момент не нужны, да, я согласен знаю нашу историю попаданий с тренерами хрена знает может и вообще не стоит того ты знаком со многими, в принципе, журналистами российскими кто из таких вот, можешь назвать ли несколько фамилий кто конкретно болеет или топит прям вот как ты за какой-то клуб да много, ну, не знаю, Илья за Арбалет, за Спартак Барабанов за Динамо что всегда является Илья что всегда является таким поводом для каких-то наших сочувственных, может быть, подшучиваний Егор Максимов за Спартак ну, так как-то сложно в целом, мне кажется, что как-то вокруг почти все в общем за Спартак, скорее да? наверное за Зенит или ты с Питером не общаешься? меньше ну, питерцы, наверное, за Зенит но это как-то так, в общем, естественно я скорее, знаешь, удивляюсь когда какие-то люди не из Питера болеют за Зенит ну, черт убери, что с вами не так но, наверное, я просто не очень много близко знаю коллег ну, в целом, наверное, у меня нет ощущения что это какая-то очень такая, знаешь, пронизанная футболовая тусовка наверное, ни в большей, ни в меньшей степени, чем какая-то вот любая другая окей, а если мы уже перешли к коллегам три, на твой взгляд пусть будет три топ-журналисты России прямо вот сейчас ну, безусловно, Дудь просто человек, придумавший в общем-то и в каком-то смысле формат, в котором и ты работаешь и все работают, ну, короче, понятно, что ты говоришь наверное, я бы назвал Машу Брозунова с Дождя за такую прямо феерическую какую-то преданность репортажу и готовность неделями сидеть в Минске или в Хабаровске российская журналистка очень, конечно, четко разделена на две страты да, есть коллеги, которые работают с государством в разных его проявлениях от агентства Москва до, не знаю, Russia Today я просто с ними очень мало пересекаюсь там наверняка есть люди, которые классно у меня, не знаю, ставить картинку или выступать в кадре или еще что-то а с другой стороны, есть намного меньше на порядке меньше просто количественно сфера, к которой отношусь я, да это оппозиционная сфера, да? ну, она не оппозиционная, она независимая независимая журналистика наверное, она растянута как-то есть люди, которые как-то прям открыто и откровенно следуют какой-то повестке большая часть, мне кажется, как раз это все же, ну, издания, которые очень стараются насколько это возможно поддерживать нейтральность и просто следование вот этим самым элементарным правилам журналистики типа, не знаю, источников двух сторон равномерного рассказа про разные стороны повестки и так далее и по большому счету, понимаешь, здесь очень сложно выделить кого-то персонально, потому что в 2021 году оставаться независимым, оставаться последовательным оставаться незаблокированным при этом, это очень сложный процесс, и по большому счету ну, как бы здесь, наверное, важнее и круче те, кто ну, системно это выстраивает ну, не знаю, вот там, ну, я сейчас вот в Медузе, может, это странно посещать, но вот люди, которые выстраивают Медузу выстраивают эту ее аккуратность выстраивают в этих очень сложных условиях медиа они, может быть, незаметные, не очень известные широкой публике, не очень публичные редактора, да, разных медиа не знаю, люди, которые Спортс.ру делают таким острым, каким он является сейчас, да там, при всем государственном участии в спорте, например ну, делали, ха до какого-то недавнего времени вот мне кажется, что там, люди в кадре или авторы, которые, понятно сейчас, поскольку журналистика меняется и становится более авторской, более заметной на самом деле, может быть, заслуживая даже какого-то меньшего признания, чем вот люди, которые, как бы, за кадром дают мне, в том числе, возможность сохранять эту свободу, даже сейчас когда, ну, так давят на независимую журналистику. об этом списке есть такой человек, как Алексей Пивавров? Я очень мало смотрю YouTube, потому что я не очень хорошо смотрю информацию на слух YouTube, подкасты, вот не совсем мое поэтому ну, в целом, наверное, да Владимир Славьев, твое отношение подал ты ему руку или как вообще? Их двое, кстати есть Владимир Славьев, который функционер профсоюза, союз Жура чудовищная организация, совершенно бессмысленный есть еще более чудовищный Владимир Славьев, который вот, короче, наверное, с обоими я бы здороваться не стал ну, в смысле, с обоими нет, конечно, ну, в целом, ну, слушай я просто, ну, какими, я не не могу оказаться в одном месте с ним я, не знаю, я не бываю на озере Камо, я не бываю в Останкино, я не занимаюсь, не знаю, какими холенными вот этими всеми штуками не знаю, вот я не знаю, делаю какой-нибудь репортаж про село Черный Яро Астраханской области, я там Славьева не вижу ну, как бы, мы просто в разных реальностях существуем, это, ну даже сложно назвать его коллегой, сложно назвать его просто ну, это как, не знаю, как подашь ли ты руку Макаревичу, ну, наверное, подам, но, как бы, ситуацию в которой мы встретимся, мне довольно сложно представить просто в разных подкастях существует хорошо, наверняка у тебя есть знакомые или там товарищи, может быть кто как ты говоришь по ту сторону баррикад, кто государственной прессе, да? как вообще у вас существуют общие чатики и так далее вы общаетесь как-то? там, подкалывал друг друга что вообще, как у вас происходит общение? уважение друг к другу или как? слушай, ну, это же межк разные вещи ну, то есть, конечно среди моих друзей есть люди, которые не знаю, там, работали в Лентуру потом в Лентуру пришел Мамут всех разогнал, построил Лентуру оттуда почти все уволились ну, там, моего друга ребенок, он сразу быстро уволиться не мог какое-то время он там еще работал понятно, что я над ним подшучивал но при этом, ну, как бы понятно, что просто ситуация такая, в которой ну, там, какое-то время ну, невозможно, ну, типа, не дать человеку, чтобы ну, то есть, это не то, что ты сразу на человека крест ставишь в какой-то момент он уволился был на фрилансе, потом еще куда-то ушел ну, давай не про этих людей которые конкретно вот находятся там постоянно есть ли там коллеги такомые хорошие? слушай, это ну, вообще, вот если ты говоришь а это все такие истории я просто не знал, что так настолько все жестко разделено и что где-то, наверное, все-таки перекликается там другую информацию делится и так далее конечно, но это все равно такие же истории в целом ну, то есть, там, человек хочет заниматься журналистикой не готов уходить из профессии а, не знаю, работы кроме как в агентстве Москва просто нету например ну, опять же, это все же агентство Москва а не Rush Today на Rush Today я, в общем, ни с кем не общаюсь это все же довольно длинный спектр именно потому, что государственной журналистики очень много и мы это сейчас о Москве говорим, да а если говорить о, не знаю, любом регионе конечно там просто выбора нет я помню, я в 2012 году снимал не знаю, кстати, чем все кончилось но снимал наводнения в Крымске небольшой город в Краснодарском крае да он так под горами стоит и шли ливни и все это, в общем, за такой волной пришло в город погибло около 120, по-моему, человек и там тогда очень-очень четко это было видно там была местная ГТРК и был холдинг «Электрон» в котором был, типа, местный телевизор какой-то радиостанция, еще что-то и, конечно, ну, как бы просто то, как они рассказывали о событиях просто вот о событиях, которые прямо сейчас происходят это были две совершенно разные истории значит, на ГТРК это было вот, типа, вот приехал МЧС, все восстанавливается совсем скоро все будет а в этом самом «Электроне» значит, на диванчиках спали приехавшие журналисты и я в том числе, буквально в редакции значит, радио, рубка, радиостанция ну, короче, место, откуда вот у них, собственно они вещали на радио была просто доверху завалена какими-то подгузниками и гуманитаркой, которую они другу передавали весь эфир был про то, что там тут, значит, не знаю какие-то плавают тела или пытаются кого-то опознать а тут, значит, все живут без крыши тут еще что-то ну, короче говоря, это это просто немножко, как бы настолько разные штуки и, естественно, в течение времени этого «Электрона», насколько я понимаю не стало не очень знаю, что там сейчас происходит но, по крайней мере, те люди, с которыми я оттуда общался все там еще в 2014 году ушли на фриланс еще куда-то, пытались как-то искать подработку ушли из профессии кто-то, может быть, наверняка зацепился за ГТРК но я, короче говоря, к тому, что государство настолько доминирует в журналистике что просто это разделение оно может быть качественное но оно не ну, невозможно, чтобы оно уничтожало отношения просто потому что огромное количество людей стоит перед выбором заниматься журналистикой вот так кое-как государство или уходить из профессии понятно, что это тоже сложная штука смысл понятен раз ты сказал, что государство доминирует в журналистике давай к футболу перейдем в футболе тоже есть тоже государство доминирует например, есть футбольный клуб Сочи есть футбольный клуб Зенит который, в принципе, принадлежат, можно сказать, друзьям там, да, один Рутенбергу, другой Миллеру и так далее Газпрому как государственные деньги как вообще-то к этому относишься в российском футболе это абсолютное зло или нет? или это нормально? ну, фигово отношусь, конечно и вот любовь к Спартаку во мне борется вечно с этим кривожопым устройством того, в чем Спартак находится и ну особенно с этой летней прошлым летом дикой серии с судейскими ошибками судейскими решениями или нерешениями каждый раз почему-то не в пользу Спартака это очень какая-то такая болезненная для меня тема потому что я ну вот были периоды особенно в прошлом году когда ну просто ну не знаю ты сидишь белый перед ноутбуком и бесишься просто о том что происходит и это все не то что удовольствие не приносит а уже просто вот как не знаю как иголка под ногтем и с другой стороны была очень такая напрягшая меня штука когда вот были слухи про то что Фидун хочет попытаться сделать что-то такое же значит там типа сделать фарм-клуб в Химках и Великокорина чисто чтобы показать что мы значит тоже на рынке что-то значим и это конечно очень грустно я очень надеюсь что этого не случится потому что ну очень боязно что вот там в этой странной криво-жопой конструкции российского футбола хотелось показать что мы тоже можем чтобы противовес дать что тебе это не так некрасиво делать потому что если все так будут делать то слушай ну вот так как это произошло по факту ну-ка просто у Великокорина потом куда-то его согнали и все окей нормально я ничего против не имею я скорее к тому что знаешь ну вот типа если это станет прям стратегией я не знаю вот там клуб будет значит как-то работать с судьями или пытаться за 50 тысяч подписывать игроков из Оренбурга какой-то не из Оренбурга а там кого-нибудь да своего ну мне очень не хочется и очень страшно что Спартак что Федун решит что ну типа единственный путь быть конкурентным это вот превратиться в Зенит это конечно будет очень грустно надеюсь что это не случится то есть Федун своего рода оппозиционер в российском футболе не знаю но он не знаю я ни разу в жизни его даже не видел ну видел наверное от Поля в ложе слушай не знаю ну как бы это наверное ну судя по поступкам охрен его знает я думаю что ну я могу предложить что он как раз оппозиционером себя не считая что у него как раз такой какой-то очень вот какой-то хитрожопый конструкт в голове что надо как-то вот типа быть немножечко и тем и этим и как-то вот так типа посередине пролезать не думаешь что вот это судейство было такое странное скажем тогда вот эти летние матчи после его знаменитого интервью про ОПЕК который он дал РБК фиг его знает то есть могло вот это как его профессиональная деятельность да повлиять и может начали подсаливать немножко я же не спортивный журналист ну то есть я просто ну не то что у меня есть какие-то инсайдеры нет предположения хрен его знает ну это знаешь ну просто очень не хочется быть таким знаешь пикейным жилетом вот человеком который говоришь Чимберлену палец в рот не клади ну хрен его знает слушай я вот совсем про это ничего не знаю может быть не знаю Жень на твой взгляд если глобально походить к вопросу на твой взгляд конкретно главная проблема российского футбола админ ресурс распилы овер бюджет в зените государственной что кто-то из бывших работает с судьями почему это происходит в жопу скажем так у нас в Еврокубках вот видел да что произошло осенью на твой взгляд ух хороший вопрос не уверен что я тот человек который должен на него отвечать и не уверен что Еврокубки здесь критерий ну то есть мне кажется что простого рецепта который сделал бы так что вот так через год или через два мы стали бы выносить не знаю хотя бы Аякс все российские клубы не думаю что он существует мне кажется что Аякс который чуть в финал Лиги Чемпионов не вышел ну да ну что ж мы как бы исходим с того что хотя бы неважно да мне кажется что проблема просто очень глубокая и системная и наверное она в целом сводится к государственному участию и к тому что ну есть какой-то раздутый чемпионат в который не знаю приходит какой-нибудь тамбов в котором вроде как дали каких-то денег потом эти деньги кончаются они начинают все сливать какая-нибудь там УФА пытается ну там хоть как-то выдерживать какой-то баланс и все равно у нее не очень получается и все равно она разваливается потому что привыкла жить за счет гос денег ну то есть наверное в целом все равно все сводится к госучастию да и к из-за этого излишней просто ну как бы взаимосвязи и одновременно уязвимости большей части клубов отсутствие конкуренции и так далее наверное здравый сценарий просто в том чтобы не знаю не было лимита не было такого по крайней мере госучастия и дальше ну как-то все как бы не знаю барахтались осталось бы ну не знаю двенадцать может быть клубов которые как-то но с такими людьми как Сухина который заходит судейского который имеет это уже мне кажется в большей степени следствие ну то есть опять же понимаешь отсутствие даже размышлений или представлений о каких-то там этических границах растет как раз из того что но ну вот борются какие-то бояре которые все ну привыкли госбояре которые как бы привыкли конкурировать так как они обычно это и делают в других областях ну не знаю там вот какой-нибудь начальник РЖД заходит кому-нибудь в кабинет и просит там увеличить им бюджет а МВД уменьшить ну условно говоря да ну и вот они так же тут не знаю лакоматист с Динамо борются теми же методами да я боюсь что оптимальный сценарий к сожалению он жестокий да что вот государство уходит дальше все как-то барахтают сами по себе что там все это падает не знаю на 5-10 лет ну в какой-то степени да наверное ну а где-то может быть нет а где-то может быть на фоне этого вырастет ну как вот в Чертаново выросла школа да ну может быть где-то еще она вырастет я понимаю но наверное ну в Краснодаре ну да вот есть Галицкий и там так или иначе человек зарабатывший свои деньги ну если мы посмотрим за Урал то там вообще никто не выживет дальше что ну слушай ну а так или иначе за Уралом то и живет 15% населения страны насколько я понимаю ну то есть сори ребята да я думаю что знаешь ну объективно Урал наверное в целом это как бы я боюсь что там если мы сравниваем не знаю транспортные проблемы экономические проблемы и так далее так далее футбол не является там проблема с футбольными клубами не главная наверное проблема за Уралом ну опять же ну там есть не знаю Новосибирск Иркутск но все равно миллионники мне кажется могли бы наверное как-то все равно аккумулировать какой-то хоть какой-то достаточный ресурс понимаешь ну это же как-то работает в Америке там же есть это поразительное чувство на разных уровнях спорта в том числе и в студенческом спорте локальности ну вот не знаю знаешь я делал вот в рамках той же американской истории снимал в Айва-Сити это такой третий по размеру город в Айве крошечном трехмиллионном штате и в городе живет типа 70 тысяч человек и там есть студенческий университет и при нем например студенческая команда по американскому футболу у них ну там не знаю 10-15 матчей в году да и 70-тысячный стадион в 70-тысячном городе конечно съезжаются из окрестностей и но у них на этом уровне в этой лиге в трехмиллионном штате две команды каждая собирает спокойно 70 тысяч студенческий спорт это не топовый дивизион я сам в четверг вечером был там на матче университетской команды по вольной борьбе с соседями из Миннесоты такого соседнего штата которые там не любят ну не дерби ну знаешь как спартак зенитцы словно говоря да студенческие команды вольная блин борьба четверг вечер 17 тысяч человек на стадионе понятно что они богаче но это же не про богатство это же не то что там билеты стоят как на НХЛ да билеты я аккредитовался там не знаю ну пять ну десять долларов ну то есть это именно какое-то чувство локальности да вот ты айванец или там у них это получается южный айванец наверное у них по диагонали делится штат между этими двумя университетами и командами и ты вот ну типа да ты болеешь за своих в плаванье в вольной борьбе в футболе в чем угодно ну наверное вот на этом должен базироваться локальный футбольный клуб а не на вот не знаю там губернаторе который пока он не утратил доверие сидит и там дает деньги а потом утратил доверие уехал я не знаю был предом и все в регионах же еще зависит от того что любит ли губерфутбол кто-то увлечен там да я понимаю ну вот это как раз проблема потому что опять же поскольку у нас ну как то власть существует в общем сама по себе ну то есть условно говоря если бы губернатором реально пришлось бы избираться в конкретных выборах я вполне могу себе представить что это было бы ну типа конкретным преимуществом в том числе ты выходишь и говоришь мой конкурент из партии я не знаю зеленые новосибирцы считают что мы не должны тратить деньги на нашу прекрасную футбольную команду а я считаю что мы должны наша партия красные новосибирцы сделать так что местный бизнес не знаю получит субсидии если вложится в команду потому что для нас новосибирцев это важно и это часть нашей идентичности условно говоря так это наверное может работать лучше чем когда просто от воли губернатора зависит а если ему надоело то он вложит деньги в теннис или рыболовство хорошо ты так сейчас говоришь про Америку можно сказать нет конечно понимаешь просто она просто органичная поскольку там очень долго одна система стабильная она развивается таким образом что она просто очень соответствует какой-то ментальности страны не случайно же есть не знаю коллегия выборщиков вот это пизданутый способ выбирать президента он там есть именно потому что страна очень как бы локально и очень важно чтобы у штатов были свои как бы отдельные ну права и отдельное как бы дополнительное влияние это абсолютно безумная система ну то есть невозможно сказать что типа давайте сделаем не знаю коллегию выборщиков в России вот будет 15 выборщиков у Новосибирска и 17 у Екатеринбурга это безумие это невозможно или наоборот 3 в Новосибирске а 20 в Екатеринбурге ну неважно да ну там пропорциональному населению это невозможно это безумно но вопрос именно вот в базовом как бы влиянии в основе разных комьюнити разных сообществ разного уровня городов штатов областей федерального уровня да на то как бы на договаривание о том как мы будем жить ну то есть приходят вот так вот собственно образовался да все сели штаты и начали договариваться окей мы объединимся но только мы хотим побольше власти себе а не вам там вот этим вот паскудным значит гадом Вашингтоне И из этого родилась система какая-то, там, с местными конституциями, местными сенатами и так далее. Она непереносимо никуда больше. Это расследуемо, да, на других странах. Вопрос просто, да, вопрос, что можно, она органично. Ну, а Россия нужна какая-то другая система, которая тоже была бы органична. Жень, какие YouTube-каналы вообще ты смотришь, если смотришь? Ну, практически только Дудя. Я совсем не воспринимаю на слух, поэтому, ну, ты можешь фоном включить, не знаю, как под комедия, но в целом не мой, не мой жанр. Наверное, только Дудя. Хорошо, а как думаешь, YouTube в России могут запретить? Могут. На жене, ну, мы как раз говорили, да, о том, что нет никакого системы обратной связи. Это решение никак от нас не зависит. Захотят, закроют, нет никаких способов этому помешать, в целом. Хорошо, вот сейчас притормозили Twitter. Twitter пользуются в России около 700 тысяч человек. Это меньше 1% населения России. Зачем это нужно вообще? Зачем его притормаживать и так далее, все это делать? Ну, это слишком минимально. То есть, там, Instagram условно пользует 40% людей, да? Twitter меньше одного. Почему именно Twitter это коснулось? Ты знаешь, я думаю, что в целом это, знаешь, чеховская логика. Если на стене висит ружье, он рано или поздно выстрелит. Если ты даешь просто надзору, да, или, я не знаю, кто понимает эти решения, инструменты, то просто для того, чтобы чиновникам, да, в любом случае, чиновникам, то просто для того, чтобы оправдывать свое существование, ну, вот ты, представь себе, ты начальник департамента заведующего красной кнопкой, которая что-то блокирует. И у тебя есть целая структура. Чем больше твоя структура, тем, наверное, клевеет твоя жизнь. Если ты на эту кнопку никогда не нажимаешь, нафиг ты нужен. Значит, ты на эту кнопку начинаешь нажимать. Почему не нажать было ВКонтакте? Ну, тут уже, наверное, могут, знаешь, из департамента, который отслеживает настроение молодежи, сказать, что, а как мы теперь отслеживать будем? Могут и наслежать по башке, если он больше, этот департамент. Twitter, видишь, как раз можно... Обезболезно. ...тоечно навредить не очень большому количеству людей, которые как раз еще и... Как, наверное, это выглядит оттуда. Там просто сидят и вас хуй сосят. Можно точечно чуть-чуть испортить им жизнь. Почему бы этого не сделать, если у тебя есть красная кнопка? На самом деле проблема-то в том, что это отрубает очередной канал обратной связи. Ну, то есть, казалось бы, да, вот эта, пусть и странная, но какая-то система мониторингов, да, когда есть, не знаю, распечатки Twitter в папочках, которые кому-нибудь приносят еще каким-нибудь более старшим чиновникам. Это хоть какая-то обратная связь. Если у вас есть какая-то площадка, на которой люди сидят и искренне обсуждают, не знаю, проблемы, которые они видят в стране, вообще-то это хорошая штука, это полезная штука. Она должна быть во всех системах, да, должны быть, не знаю, там... Здесь мы медиа, которые говорят, а вот чиновник Пупкин прорворовался, должны быть социальные сети, где люди говорят, что их волнуют, ну и так далее, и так далее. Митинги, да, чтобы люди, не знаю, в шиесе выходили и говорили, нам не нравится, что здесь будет мусорный полигон. Если вы запрещаете все митинги, запрещаете все соцсети, запрещаете все независимые медиа, как вы будете узнавать, собственно, что вообще происходит? Не из сообщений ваших же подчиненных, потому что им важнее, чтобы они оставались вашими подчиненными, а не чтобы проблемы какие-то решались. Ну, то есть, это настолько бессмысленная системная деятельность, но при этом очень системная, что, ну, подходить к ней вот к нашей логике, нормальных людей, которые, не знаю, хотят смотреть YouTube о каких-то проблемах или не о проблемах, да, ну, просто невозможно. Я правда не знаю. Я знаю, что ты работал с Алексеем Навальным. Как твое мнение, зачем он вернулся в Россию, если было практически понятно, что его посадят? Хороший вопрос и сложный вопрос. Смотри, ну, я с ним работал, ну, как с героем моей истории, да, я долго снимал его, там, просто какие-то разные истории, типа, мэрской компании в 2013 году или судебных процессов, как журналист для «Новой газеты» и как фрилансер потом, а в 2017 году снимал его компанию, когда он двигался в президенты, и мы сделали такой специальный сайт, где Навальный обещал что-нибудь никак ограничивать мой доступ и не ограничивал его, а я снимал все, что видел. Вот, поэтому это не то, что какие-то вот, ну, это равные отношения, да, партнерские, не то, что я на него работал и, там, не знаю, был сотрудником ФБК. Ну, зачем он вернулся, это вопрос какого-то следующего порядка, и у меня нет ответа. Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что в этой ситуации я бы не вернулся. Уверен, что, наверное, примерно всякого я знаю, конечно, тоже бы не вернулись. Ну, может быть, был уверен, что его не посадят? Нет, думаю, что он бы понимал, что его посадят. Я думаю, что в какой-то момент, наверное, с... Ты знаешь, блин, это очень глупо, но вот я на это смотрю так. Я же снимал войну на Донбассе, и мне было, типа, 23, когда это началось, 24, может быть. Есть ситуации, когда, ну, ты понимаешь, что, окей, вот сдвинутая на миллиметр ручка на какой-нибудь артиллерийской установке в другую сторону, и тебя бы не было бы. Ну, ты стоишь, не знаю, на площади в Дебальцево, и видишь, ну, вот реально, через площадь, как ложатся выстрелы. Ну, как бы, видишь, убегая, там, пытаясь куда-то спрятаться, хотя, конечно, спрятаться невозможно в целом. И ты в этом понимаешь, блядь, это очень тупо звучит, но ты понимаешь, что ты конечен, да, что ты смертен. Ну, как бы, что вот независимые от тебя какие-то факторы настолько могут повлиять на твою жизнь. Ну, реально, вот какой-то артиллерист сидит где-то в пяти километрах, чуть-чуть взвинет ручку, и тебя нет. Ну, все, как бы, это вне зоны твоего контроля вообще. Я не знаю, я с ним про это не говорил, но я допускаю, что, ну, вот эта история с отравлением, она может быть, вот какое-то такое же ощущение может вызвать. Ну, типа, ты начинаешь смотреть на себя немножко со стороны. Ну, как бы, понимаешь, никакой нормальный человек не попрется снимать войну. Я вот поехал один раз, это, ну, в смысле, там, несколько раз, но на одну, как бы, войну. И больше точно не собираюсь. Это очень страшно. Это абсолютно бессмысленно, в смысле того, что ничего невозможно изменить, невозможно остановить войну и все такое. Ну, есть люди, которые ездят, 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 военные журналисты. Люди, ну, перед которыми я абсолютно преклоняюсь, да. Люди, которые похоронили десятки своих знакомых, коллег, которые занимаются тем же самым. Это довольно плотное комьюнити, в котором все друг друга знают. И не знаю, там, гибель какой-нибудь Анини Дрингаус в Афганистане означает, что все люди, которые этим занимаются в мире постоянно, про это тут же знают, знают ее лично, не знаю, едут на ее похороны, да. И совершенно случайная смерть. И таких смертей в этом комьюнити случается, не знаю, несколько в год, когда есть какие-то большие войны, или, может быть, там, одна в год, ну, не знаю, как там, с Арханом Джамалем в Африке, да, случилось. Потому что он-то был частью этого комьюнити, а двое других погибших нет. Так вот, мне кажется, что, может быть, мое предположение, да, что ты просто, что эти люди, и Навальный, может быть, тоже, ну, как бы, немножко начинают со стороны на себя смотреть, как на функцию, знаешь. Вот, и Навальный в этом смысле начинает, может быть, вот, опять же, да, моя гипотеза через эту призму. Ну, знаешь, ты начинаешь идти по какому-то пути, просто, вот, следовать какой-то абстрактной логике. Ну, то есть, типа, это очень сложно объяснить нормальными словами, да? Как будто тебе... Я, правда, не знаю, как это сказать. Блин, это супер дурацкая аналогия. Вот в батле Оксимирона и Гнойного был этот знаменитый, значит, третий раунд Оксимирона, где он говорит про путь героя, про вот эту вот книжку про христипического героя, который должен обязательно столкнуться со своим драконом. Ну, вот, может быть, речь про это. Ты, когда начинаешь воспринимать себя через призму этой конечности, через призму того, что не только от твоих решений зависит, что с тобой произойдет, вот в этот момент ты можешь... Это понятная штука. Она часто происходит на самом деле, не знаю, там, судя по всему, такое же было у Манделлы, такое же было у, не знаю, младшего Кеннеди, Роберта, да? Наверное, в политике это еще острее чувствуется. Ну, потому что ты заведомо понимаешь, что убедил ты кого-то или нет, и от этого зависит, что с тобой будет. Ну, и вот, может быть, это какая-то история просто про то, что ты начинаешь воспринимать мир как такую последовательность драконов. Но если ты видишь дракона, ты не можешь, или мельницу, да, неважно, ты не можешь с ней не бороться. Потому что ты на себя уже чуть со стороны смотришь. Хорошо. А нам это непонятно, да. Ну, вот важно, что как бы это снаружи не понять, мне кажется. Если говорить про отравление Навального, скажем так, было оно или нет, то по опросам, со запросом, около всего 20% считают, что на самом деле его могли отравить. Как твое мнение? Могло это быть или это, опять-таки, через случайностей наложившихся? Слушай, ну, к сожалению, это не тот вопрос, который можно решать со запросом. Тем более в стране, где настолько сильна и классно устроена пропаганда. И, ну, у меня сейчас, конечно, нет сомнений, что это было целенаправленное отравление Навального именно как политика. Почему-то они до конца не довели. Механин дал сбой? Не знаю, может... Или не хотели? Я правда не знаю. Ну, это невозможно же залезть в голову. Ну, то есть корпус данных, которые есть, указывает, что вот были какие-то люди, которые и раньше с ним летали, и теперь с ним летали, что эти люди занимаются этим, что эти люди каким-то образом могли получить доступ, что все симптомы указывают именно на такое отравление, найдены следы и так далее. А дальше, ну, хрен его знает, перерывинская стена упала, потому что Шабовский оговорился на пресс-конференции. Ну, понятно, что было много других факторов, но непосредственно в тот день этого бы не случилось, то есть если бы просто какой-то функционер не ляпнул бы, не подготовившись к какой-то глупости на пресс-конференции. События часто происходят не так, как хотелось бы, в том числе и тем, кто их... Хорошо, давай заканчивать эту тему с Навальным. Если ты с ним как бы общался, работал, охарактеризуй его тремя аппетитами, если можно. Как это сказать-то, прилагательным? Он очень интуитивный. У него очень хорошая интуиция, он хорошо чувствует людей вокруг него. Не в смысле его команда, а в смысле сторонников. Знаешь, как вот про Джобса говорили, что он придумал айфон, хотя люди не могли понять, что им нужен айфон. Ну вот у него примерно такая же фигня, просто вот на каком-то его поле. Очень упертый, что мы, собственно, безусловно сейчас наблюдаем. Ну, господи, как это сформулирует одним словом. Довольно сильно меня удивившая штука, но одним словом я это не скажу. Ну, то, что он в каком-то ближнем кругу своих, ну, условно говоря, за кадром, очень похож на такой же, какой на сцене, условно говоря. Это такая довольно нетипичная штука, ну, понятно, там, не знаю, у артистов, например, часто бывают вот очень-таки разные, ну, какие-то роли, маски. Вот у него этого совсем нет. Ты привился российский вакцинный спутник? Да. Как ощущения? Довольно херовато было после второй, прямо на удивление. Знаешь, такое ощущение, как будто ты за 5 часов переболелся серьезным гриппом. Да? Реально, ну, может быть, за 7. У меня еще наложилось на небольшую операцию отход наркоза, и это было очень неприятное комбо. Да, ну, то есть, ты просыпаешься с адским ознобом, потом у тебя 39, там, 39,5, и ты, говорю, вообще, ну, абсолютное бессилие. Ну, не страх, нет, ну, как бы, ты понимаешь, что происходит. Что помрешь сейчас, нет? Не-не-не, ну, как бы, ты понимаешь, что происходит. Но абсолютное бессилие, ну, там, не знаю, умыться невозможно дойти. А через 3 часа уже, типа, почти нормально, ну, типа, 37,2, а потом, там, к вечеру вообще нормально. Да, ну, смешная штука. А зачем ты это сделал? Что тобой руководило? Двигало? Ну, к тому моменту, когда ты это делал, это было, первое мы делали в середине января, второе, в начале февраля, привилось большое количество моих знакомых, появились научные данные о том, что она надежна. Ну, кроме того, довольно сильно заебало сидеть дома и как-то тревожиться. У меня, например... То есть ты психологически освободился после этого? Ну, я стараюсь соблюдать меры безопасности. Ну, типа, я ношу маску в метро, и мне кажется, это важно и с точки зрения того, что не до конца понятно, могу ли я кого-то заразить, и, в принципе, поскольку мы видим катастрофические цифры по иммунизации, да, ну, привелось 5% населения, 6% населения. Соблюдение этих правил просто очень важно, потому что огромная вероятность, что рядом с тобой человек, который не привился, и важно, чтобы он видел, ну, типа, не пример, но, короче говоря, чтобы маски были нормой, вот. Но я прививался, понимая, что вакцина безопасна, понимая, что просто по работе я должен часто быть с людьми, и что вакцина защитная. Ну, и плюс у меня просто среди близких друзей есть, например, дизайнер, один из моих лучших друзей, дизайнер моего журнала, в августе переболел очень легко, и до сих пор не чувствует вкус и запах. Вообще-то довольно паршивая фигня. Я как-то так примеряю это на себя, и вот мы, ну, когда он уже переболел, стало понятно, что можно с ним взаимодействовать, ну, там, не знаю, приходит там домой, мы кормим его какой-нибудь острой штукой, а он не чувствует это. И я так примеряю это на себя, и понимаю, что вот уж совсем мне об этом не хотелось. Я понимаю, что, по идее, вакцина не обязательно от этого защитит, потому что это все легкое течение, и гарантий нет никаких. Но вероятность тоже меньше, и это хорошо. Какой у тебя лично смысл жизни, если там не считать супругу, твою Наталью, еще? Ну, то есть профессиональной жизни? Вообще смысл жизни непрофессиональной. Ну, наверное, кроме отношений с Наташей, то у меня все равно остается только работа практически. В разных ее компонентах, да, я в этом смысле через эту призму и на футбол смотрю на «Спартак». Ну, смысл, наверное, сохранять честность, находить какие-то способы быть независимым. Силы, ну, не знаю, вот я работаю в «Медузе», «Медуза» признали иностранным агентом, «Медуза» с «Венди Ленат» объявила о крофтфандинге и собирает деньги на то, чтобы продолжать вообще существовать только с помощью читателей. И, ну, одна из мер с другой стороны, на которую мы пошли, это сокращение зарплат. Ну, и, знаешь, довольно неприятно, когда тебе приходят и говорят, давай мы тебе зарплату на 30 сохраним. Ты говоришь, да, давай, нормально, или сам приходишь. Ну, вот нас как так, мы одновременно пришли с начальством. Это неприятная фигня. Ну, то есть, фигак, и у тебя зарплата меньше. У меня были моменты, когда меня звали в государственные медиа на, там, утроение зарплаты, очень низкой зарплаты, но, тем не менее, утроение. Я отказывался, потому что понимал, что мне важнее независимость, да, какая-то свобода, честность. Вот. Хорошо, а если будет какой-то, скажем так, ну, край, да, какой-то вот в жизни, и тебя позовут в государственные СМИ, и зарплата будет значительно больше, что тебе хватит, ты пойдешь? Нет, я уйду из профессии. Я много раз про это думал. Ну, я не знаю, буду дизайном заниматься, корпоративы снимать. Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не помрет от голода и скуки. Ну, я для себя эту границу, конечно, четко провожу. Я много раз про это думал, я много раз был довольно близок к этому. Быть в России фотографом, журналистом, фрилансером, который не работает с государственными СМИ, довольно грустное занятие. Я, в общем, пять лет как-то проболтался. Благодаря тому, что у меня есть, к счастью, какая-то моя аудитория, которая покупает принты, покупает небольшой журнал про документальную фотографию, который я издаю. Ну, я пробарахтался, но ощущение, знаешь, запаса нет. Ну, то есть это какая-то все равно жизнь такая, типа на полтора месяца вперед, на два месяца вперед. Особенно с чем, потому что я люблю делать длинные, дорогие проекты. Ну, вот я делал в 19-м году, как раз последний год перед коронавирусом, я сделал проект про волну иммиграции из России. Из России же каждый год уезжает 250-300 тысяч человек, которых толком никто не считает. Я в 9 городах по всему миру снимал таких уехавших. Это дико дорогая фигня. На, ну, какие-то, как, командировки подстраивал, чтобы было лишнее время иногда. А что за города, если не секрет? Сан-Франциско, Питтсбург, Нью-Йорк, Доха, Дортмунд, Берлин, Лондон, Сингапур, Токио. О, ну, большая география. Да, реально по всему миру. Потому что, ну, понимаешь, работа журналиста, мне кажется, ну, она подразумевает, что невозможно скалявить. Ну, то есть, типа, ты не можешь, там, что-то сделать, над ебись, не знаю, делая какой-нибудь, не знаю, репортаж с митингом или историю. Ну, про то, как жить в каком-нибудь село или вот эту историю. Ну, съездить в какой-нибудь Лондон, снять трех людей, сходять, типа, вот. Но это так не работает. Особенно, когда еще я такие проекты издаю с помощью краудфандинга, да, то есть, ну, я делаю страницу на планете.ру и говорю, ребята, вот такой проект. Давайте вы его предзакажете, и через три месяца будет журнал. И, собственно, те деньги, которые я получаю с помощью предзаказа, я использую для печати, для того, чтобы, там, снимать какой-нибудь параллельный следующий проект и так далее. Ну, как бы понятно, что, ну, невозможно это делать, если ты при этом делаешь над ебись. Это, в принципе, невозможно. Где из этих девяти городов, по итогу, лучше всего эмигранты живут? Ну, это, наверное, не очень правильная постановка вопроса, потому что очень разные истории. Ну, знаешь, например... Куда лучше эмигрировать человеку, если вот он сидит сейчас, в деревне думает эмигрировать? А, ну, конечно, шо. Ну, это зависит просто от того, чем ты хочешь заниматься. Ну, то есть, там, в Берлине есть неожиданно огромное комьюнити русских программистов. Реально такое прямо вот именно комьюнити. Ну, знаешь, разные люди из разных стран, они же по-разному... Нет, мы говорим про программистов. Есть же просто кто приезжает и хочет паразитировать на чужой экономике. Эх, не знаю. Ты знаешь, таких героев, мне кажется, не было. Паразитировать... Ну, наверное, логично. Предложить, что это лучше делать в странах с какими-то высокими пособиями, типа Скандинавия. Но там и жить дорого. Жень, деньги или честь? Блин, ну, у тебя был... Ты всех-то спрашиваешь? Ну, не всех, но бывает. Был ли у тебя хотя бы один герой, который сказал бы деньги? Были люди, которые уклончиво говорили, что, наверное, в какой-то... Ну, например, как говорил Миша Варзыкин, известный. Он сказал, что, может быть, если такой вопрос стоит, например, подрочишь ли ты 8 утра, за это мы заплатим тебе 200 тысяч рублей. Ну, почему не подрочить? И мне пофигу на честь, то, что я подрочил. Как бы вот так. Все, говорит, зависит от конкретной ситуации. Слушай, ну, мне никто такое не предлагал, поэтому не знаю. Но в ситуациях, в которых я был, я, конечно, выбирал честь. Окей, давай к Спартаку. Какой фотографии с матча, вот прям вот есть такая, может, фотография, которой ты гордишься? Дурацкий, наверное, пример. Но с какого-то дерби здесь у меня есть фотография, где поле абсолютно заполнено дымом. И в дыму такой одинокий айротон со спины виден. И она просто еще снята на пленку. Я перегибался через рекламный щит, потому что хотел снять максимально от земли. Она такая тонкая, ну, она киометрическая, очень красивая. И, по-моему, на табло счет 0-0, но это дерби, который мы выиграли. Короче, вот классный кадр, я его даже себе домой напечатал. Ну, просто еще на пленку, реально просто очень сложно было сделать, вслепую. Ну, короче, прям как надо. Ну, и, наверное, я бы вспомнил бы что-то из чемпионского сезона. Но не уверен, что... Ты знаешь, наверное, не с ним про футбол, но вот фотография празднования у гладиатора. Там было... Я почему-то довольно быстро приехал. Я вообще думал, что все будут собираться на манежке, но, как мне казалось, логично. Я, когда играл в «Зенит», минут за 15 до конца, когда... Все шло, в общем, к такому исходу. Как-то приехал на манежку, как-то уходил там, смотрел футбол, никого не было. Потом появилось видео у Глушакова, и я приехал сюда. И как-то довольно рано, и... Ну, как-то много всего получилось какого-то эмоционального, классного. Там и с Глушаковым, будь он не ладен, и с Ребровым, и вообще как-то с всеми этим там празднованиями, с залезаниями на эти вот конструкции у стадиона. Это было классно. Но это не совсем про футбол. Понимаешь, я просто, когда снимаю футбол, это же... Ну, то есть, это не очень спортивная фотография. Ну, типа, есть технические и там смысловые какие-то стандарты у людей, которые снимают спорт. Я не один из них. Это совсем другие объективы и поиск, не знаю, каких-то эффектных моментов, когда нога сталкивается с головой, а еще где-нибудь на фоне мяч лисит. Я это не очень умею делать. И я как раз скорее... Ну, вот два единственных проекта, которые я делал про футбол, это как раз про чемпионство Спартака и про Ченот Мира. Они оба, конечно, больше про эмоции. Про, не знаю, знаешь, я как раз на Спартаке играли Колумбия с Англией. Я ехал с колумбийскими фанатами в метро и снимал... Весь поезд был в этих, значит, мужиках, прыгающих в желтых футболках. Не только мужиках. И я через прорезь в этих футболках снимал женщину, такую, знаешь, классическую вот московскую бабушку, которая ехала, ну, не знаю, куда-то вот дальше. Не знаю, может, не дальше. Ну, короче, куда-то ехала. И у нее, знаешь, как у хамелеона на глазах менялось лицо. У меня прям, мы в журнале сделали такую, знаешь, нарезку, такую колбасу из четырех или шести фотографий. Знаешь, как у хамелеона? То на них смотрел так, типа, как-то гневно. То, наоборот, какая-то новая мелодия ее цепляла. То опять она, вот, кино просто. И вот, понимаешь, там, Казань, по которой ходят какие-то бразильцы и поют что-нибудь гнусное про аргентинцев. А вокруг на все это смотрят какие-то продавщицы в кассах, когда заходят какие-то мужики в костюмах этих пингвинов или кого-то у них, попугаев, неважно. Это было офигенно. Знаешь, там продавщица, не продавщица, проводница в поезде, который идет 20, там, типа, часов из Самары в Москву, которая везет каких-то бразильцев, пытается с ними заигрывать. Ну, вот это, понимаешь, вот, это же не спорт. Ну, это не то, как неймор бежит за мячом. Это, как бы, тоже, там, конечно, это часть истории. Я тоже это снимал. Но история-то про другое. И мне как раз интересно, ну, в этом смысле, блин, ну, тупо звучит, ну, спорт, как какая-то социальная штука, да, как что-то, что, ну, приносит людей вместе или разделяет, неважно. Ну, вот, про какое-то эмоциональное отношение к этому, как повод, а не как содержание. Вот. Хорошо. На что ты сейчас снимаешь? Какой вот, вообще, или посоветуешь, может, фотоаппарат-объектив, который, вот, оптимален для съемок, твой любимый, как есть, там, вот, я знаю, кто-то смотрит блоги, не будем их рекламировать, говорят, что вот, а, вот, там, ведущего, такой-то фотоаппарат, вот, там, все следом покупают такие. Ты что посоветуешь вообще, как? Слушай, все очень просто. Я снимаю на три камеры. Всю жизнь я снимаю на Canon. Это очень просто. Ну, как бы, это очень просто. Canon, понятно. У них есть одна камера, которая полнокадровая, и при этом соответствует всяким разным, там, прочности и прочим требованиям для профессионалов. У меня такая, 1DX Mark II. Ну, сейчас вышла новая, она очень дорогая, у меня ее нет. 1DX Mark II, сколько она стоит? Примерно? Ну, я не знаю, это предыдущая модель, но это, когда она выходит, такая камера стоит, типа, 6-7 тысяч долларов, плюс объективы. Это все очень грустно. И это всегда я покупал за свой счет. К вопросу о деньгах и чести, честь, и хотелось бы еще, чтобы было на что купить объектив. То есть, аппарат стоит около 400 тысяч рублей такой? Ну, наверное, да. Даже чуть доль, чуть больше. И, наверное, каждый объектив примерно столько же? Нет, объективы, конечно, меньше. Объективы стоят, я думаю, что... Ну, опять же, знаешь, чем больше я снимал, тем более простой системе я приходил. Раньше у меня была разгрузка, 4 объектива, и все такое. А сейчас у меня в большом счете 1 объектив 35 миллиметров, без зума, которым я снимаю все. Ну, кроме спорта, как раз, там 70-200, понятно, что есть какие-то старые, что-то просто запас какой-то. Но в целом, вот 95% того, что я снимаю сейчас и что публикую, это 35 миллиметров. Вторая камера, которая у меня есть, это iPhone. Тут все просто без изысков. Какой iPhone? Последний. Мне дали на тест, как раз, собственно, вот на год. Большой последний iPhone. И как? Офигенно. Даже по сравнению с предпоследним, который я покупал себе, офигенно, потому что они добавили сканер глубины резкости. И теперь вот это цифровое размытие, которое раньше камера делала не наобум, но как-то так наугад, теперь как раз делается по этой карте. И оно теперь реально работает. Ну, это реально... То есть, на самом деле, когда меня спрашивают, какую камеру купить, если ты просто хочешь снимать какие-то уличные черты или еще что-то, ну, что ты реально iPhone. Он просто всегда с тобой, понимаешь, помимо всего прочего. То есть, реально сейчас уже телефоны, именно iPhone, подошли к тому, что, ну, скажем так, еще, может быть, несколько лет они приблизятся уже к циркалкам. Ну, смотри, там принципиально разная же, как бы, логика, да? Потому что циркалка дает как бы реальную картинку, а iPhone с помощью вычислительной фотографии улучшает то, что может сделать этой маленькой матрицей. iPhone очень не хватает стабильности в целом. Ну, то есть, как бы, понятно, то, что когда очень темно или очень какие-то контрастные сцены или еще что-то, он иногда не тянет совсем. И он не умеет снимать так красиво, как умеет снимать, как мне кажется, вот, там, мой любимый объектив с моей любимой камерой. И, там, привычной, протертой и так далее. Ну, понятно. Он всегда с тобой. У меня были ситуации, знаешь, когда вот на Лубянке была стрельба, например, я оказался рядом, мы с женой кино смотрели в детском мире, и, ну, и дальше я до вечера с iPhone бегал, снимал с предыдущим еще. Как раз все эти, там, мигалки, ряды полиции, отцепления, ну, все, что можно было снять в этот момент уже. И iPhone потянул. Не супер. У меня не было возможности делать какие-то там хитрые штуки. Я люблю, например, открывать диафрагму и разделять планы, а на iPhone это почти невозможно. Но это было нормально. То есть, вот как человек, который внезапно оказался на месте событий, и при этом, ну, типа, умеющий снимать кое-как, я iPhone справился. Третья? Третья камера, Hasselblad, пленочная. Это чуть-чуть понты, а чуть-чуть, знаешь, такая фотография для себя. Вот я сейчас ездил в Карелию, и вот снимать, не знаю, разный цвет Ладожского озера при разном цвете неба, вот пленка самая-то. Или, например, вот в этом самом проекте про эмиграцию, я, там каждая главка, это город, в котором живет герой и, собственно, герой. И просто для того, чтобы структурировать, я героев снимал на пленку, их жизнь, а город на цифру. Просто чтобы у тебя вот в одной главке, когда ты снимаешь человека со спины, идущего по улице, просто по кадру неуловимо было понятно, это, ну, тот человек, человек, который мы читаем, или вот просто какой-то случайный прохожий. И, в принципе, пленка вполне себе рабочий инструмент. И при этом ощущение вот сука, настоящая фотография, когда ты, она абсолютно, в ней нет вообще никакой цифры. То есть, там даже экспонометр в айфоне, и ты просто, ну, или наобум, я сейчас уже потихоньку начинаю понимать, как это работает. Это поразительная хуйня, совершенно. Поразительная. Когда ты, пленка 12 кадров. А кто ее проявляет потом? Я проявляю в лаборатории среда в Москве. отдаешь кому-то тебе... Я не настолько сумасшедший. Добавляешь эти на весах? Нет, знаешь, я даже на самом деле нашел пленку, которая примерно то же самое делает с картинкой, что я делаю, когда чуть-чуть обрабатываю цифровые фотографии. И довольно похоже получается стилистически. В Москве можно купить пленку, да, еще? Ну, я из Америки вожу через друзей. Купить можно, это не проблема. Ее производят просто очень дорого в Москве, потому что, ну, всякие посредники, то-сюда. То есть, свема уже не делает пленку, Лисманом, как он назывался? Свема, не знаю, кодек. Я снимаю на кодек портра. Ну, в советское время были они свема, помнишь, пленочки были? Или ты не застал? Я 91-й год рождения. Ну, то есть, в смысле, я знаю людей, которые снимали на свема, но, как бы, сэрэ. Да, это офигенное ощущение, когда ты руками выставляешь диафрагму и фридержку. Не, но скорость теряется? И фридержку. Скорость, конечно, но это не... Футбол невозможно снять в этом? Ну, вот видишь, какие-то кадры, да, ну, просто не с борьбой. Ну, у меня, кстати, на пленку получалось. Я Тудерби снимал только на пленку и какие-то кадры, знаешь, там, Жиго, это Тудерби, когда Жиго 2 забил. И вот, когда он подбегал к трибуне... Кубок? Что-то у меня... Нет, кубок был 3-2, по-моему, это был... Он там забил. Нет, кубок там Ларсен забил победный. А дубль у него был, по-моему, в чемпионате. Ну, неважно. Короче, какие-то кадры, там, как они празднуют или еще что-то более-менее динамическое у меня получались. Даже что-то с игрой чуть-чуть тоже. Но это, конечно, не для того, чтобы снимать, как, значит, кто-то бьет на мячу. Это не для этого камера. Но красиво очень, знаешь? подытожить... И вот ощущение, ты чувствуешь кадр. Хорошо, всего 12 кадров у тебя. Да. Это должно относиться бережно. Мой Canon снимает 14 кадров в секунду. Это не совсем его фигня. Но зато, да, ты бережно, руками и думаешь про каждый. Это поразительная фигня. Это так классно. То есть, обычному человеку, даже не обычному, а кто более-менее разбирает фотографии, едет в отпуск, даже там, в красивые места, с собой iPhone последней модели с головой. Удобно, хорошо, качественно. Ты знаешь, ну вот, пожалуй, я бы, может быть, посоветовал как раз iPhone плюс пленочную камеру какую-то. Это очень... Настолько по-разному тогда работает, что заставляет тебя шевелить головой, продумывая, что, как, чем ты будешь снимать. Это классная штука. В 2017 году ты вот этот свой известный фотоальбом чемпионского «Спартака». Я знаю, что около 10 экземпляров ты передавал в футбольный клуб «Спартак», но тебе все это вернули назад с формулировкой «Некорректный контент», по-моему, да? То есть, ты хочешь у него больше никогда не аккредитовали на футбол. Нет, смотри, на самом ли был не так? Я пытался договориться сначала о том, чтобы они поддержали крафтфандинговую кампанию, когда я собирал на издание этот альбом как раз, и как-то все это замылилось. А потом, когда альбом уже был готов, я его привез в офис. Сколько штук? Я привез, мы договорились о 100 книгах на продажу в книжном магазине, и еще сверх этого, мы, правда, не договорились, я привез просто 10 книжек в подарок. И они у меня все забрали, потом сказали, что продавать ничего не будут, потому что там провокативный контент. И 100 книжек вернули. 28-29 страницы? Я не помню номера страниц, но я думаю, что речь про баннеры после матча с Аеком, но понимаешь, сука, это совершенно необъяснимая хуйня. Это часть истории, это то, что делает эту историю классной. Вот мы грызлись в начале, все друг с другом свистели, прыгали Айку и все такое, а в конце вы бегали по полю и любили друг друга. Это делает историю объемной. Без одного нет другого. Ну или есть, но оно, ну как, блядь, без света нет тьмы. Конечно, эта динамика, это то, что делает эту историю прекрасно. Ну, ты знаешь, я, наверное, если бы Спартак стал бы чемпионом, не знаю, в каком 12-ом, 13-ом, 14-ом году, ну, я каждый год снимал много. И, наверное, ну, по крайней мере, после 14-го года, когда я понял, что делаю книжки, наверное, я бы книжку в любом случае сделал бы. Но у любого другого сезона не было такого финала, понятно, но и начала такого не было. Это, понимаешь, ну, это история, про которую Netflix должен снимать сериалы, где половина прыганий Карреры по бровке будет в замедленной съемке. Ну, это классическая, ну, какая-то, не знаю, спортивная драма. Ну, вот есть жанр, да, спортивные фильмы, не знаю, про гонки, про манибол какой-нибудь. Ну, вот, эта история абсолютно этого уровня. Ну, это невозможно придумать все. Но невозможно из нее выдернуть кусок какой-то. Сделать ее, пригладить и сделать только хорошее, да? Да, 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 И это поразительно, насколько люди, которые так или иначе, в том числе, сделали эту историю возможной, ну, какие-то люди в клубе, я не знаю, кто вот это решение принимал, насколько они этого не чувствуют, что прелесть того, что все получилось, в том числе, и в том, насколько все было фигово. Вот. И в итоге, да, те 100 книг, которые даже были быть на продажу, мне просто вернули, а те 10, которые я дарил, как бы, остались где-то. Я просил... 10 не вернули. Ты знаешь, это было довольно смешно, это было в сентябре, нет, ну, я бы не взял бы, наверное, как бы, этот подарок был, в любом случае, то, что они там, что-то не стали продавать, не обесценило чемпионство, и в любом случае, ну, мне хотелось эти книжки подарить, то есть, нет никакой... А в итоге ты их попадался? Все ушли они? Сейчас расскажу. И, в общем, просто смешно получилось, потому что книжка была готова в сентябре 17-го года, через 3 месяца после чемпионства, и это был момент, когда были первые слухи про увольнение Карреро, что, типа, вот там, недовольны им, проиграли в отборе, плохо начали сезон, все ругались, свистели, и, значит, вот были слухи про то, что Карреро сейчас уволят, и как раз были первые акции в его поддержку на трибуне. И у книжки 4 варианта обложки, где команда с кубком, Карреро, Промес и болельщики. И я как раз, в общем, так задним умом, как раз те 10 книжек, которые я клубу подарил, все с обложкой с Каррерой. Ну, как-то мне казалось, что в этой точке это было правильным жестом. И я как раз спросил, если получится одну подарить Каррере. Вот. Я не знаю, чем все кончилось. Вот. Я знаю, что человек, купивший книжку на пресс-конференции прощальной, ему книжку подарил. Так что, в общем, вот. Их очень быстро раскупили, потом я немножко допечатал, тогда же, в 18-м году. Вот тебе 100 игруберов? Нет, 100, я продавал в магазине, там еще немножко тоже в разных, чуть больше было, всего было 700, потом я печатал еще 400. Короче, вот все это раскупили. Все ушло быстро? Очень быстро, за год примерно. И вот в итоге сейчас, как раз в контексте этих размышлений про Глушакова, это интересно, мы решили пересдать с моей командой эту книжку. И прямо сейчас собираем на пересдание, так же, в общем, при заказе, просто чтобы оплатить печать. И на самом деле это сложная была история, потому что я долго думал, долго, мне эту книжку очень часто спрашивают. И я долго пытался придумать, что с ней сделать, потому что, ну, например, обложка с Глушаковым, где он держит кубок. Ну, как бы непонятно, что делать с этим. И вообще все как-то так разругались, что та история, она теперь выглядит какой-то чуть-чуть, с одной стороны, более оттененный этим грустным финалом, а с другой стороны, ну, такой какой-то немножко запачканный. В общем, в итоге мы придумали такую штуку, что мы делаем там пятую главку про то, что было со Спартаком Карреры, ну, до его увольнения, про то, как выносили... То есть, дополнено бы это издание. Да, да. Про то, как выносили коней, бомжей и так далее вот осенью 2018 года, про Лигу Чемпионов, про то, как потом все грустно заканчивалось. Ну, там, по-моему, 16 или 18 полос у нас добавляется. Вот. И абсолютно новые обложки. И идея как раз, в том, что вот это та же история, но вот с этим все же финалом, потому что без него несчастный. Это наша история. Сколько это будет стоить? Сейчас при заказе книжка стоит, по-моему, 1400 рублей, самый дешевый вариант. Там есть разные варианты. Можно стать меценатом издания, сильно помочь. просто книжка 1400. По-моему, 1400 рублей или 1400, Потом в магазинах, когда мы, собственно, ее сдадим, она будет чуть дороже, наверное, 1700. Нет у тебя такой мысли в голове, что вот мы, как сказать, может быть, грубо, чемпионство было в 2017 году, прошло 4 года, мы все живем этим чемпионством. Хотел сказать, мы дрочим на это чемпионство, мы живем все этим чемпионством. И что, вполне логично было бы сдать книгу «Спартак-2020», уже там 21, с Доменика в главной роли, где он чемпион. Во-первых, заниматься этим бедоматом же... Это немножко не от меня зависит, но, во-первых, давайте смотреть это как разминку перед чемпионским альбомом про следующий сезон. Во-вторых, не знаю, ну, слушай, мы же читаем сейчас книжки про Черенкова, да, и... Понятно, что с Каррерой была очень красивая, хорошая история, которая вошла. Больше нет чемпионства, поэтому, да, она всегда будет актуальна. Слушай, даже если бы чемпионство было бы, ну, слушай, вот я прошлый сезон почти не снимал из-за коронавируса, и, ну, ничего бы, естественно, про него не смог бы выпустить, просто потому что нет фотографий. Но, я не уверен, что я бы не стал бы пересдавать ту книжку, потому что это все офигенная история, которая все равно, не знаю, вот у меня в венах течет, понимаешь, ну, вот сейчас как раз была... Ну, я не Netflix, но, что я могу сделать? Да, ну, понимаешь, вот была сейчас как раз годовщина вот этой вот ночи у Гладиатора, знаешь, есть эти приложения, которые показывают всякие фотки, там, снятые в годовщину, год на два года, на три года на два. Я листал их, и, ну, понимаешь, я обычно все же снимаю довольно грустные вещи. Какой-нибудь посадили, там, не знаю, кого-нибудь убили, война, еще что-то. И, ну, вот эти две истории про Спартак и про Чудов Мира, это, ну, вот, в моей жизни, ну, в общем, в моей рабочей жизни, по крайней мере, такие точки, когда я могу сказать, а, черт с вами со всеми, с этими, не знаю, судьями, ментами, государствами, танками и прочим. Вот, вот есть классная, радостная история, которую я могу рассказать, и книжка, которую я буду класть на прилавах, люди будут ее открывать и улыбаться. Знаешь, когда первое издание было готово, мы, я сидел, что там, шоколадница, его выдавал, тем, кто призаказал. И среди приходивших были люди, ну, приходит, человек говорит, я болею за ЦСКА, ну, черт, какая классная книжка. Ну, блин, это тоже классно, понимаешь? То есть, это такая история, что она пробивает, ну, даже, или, да, мне вообще не интересен футбол. То есть, скажем так, в твоей карьере, журналиста, фотографа, книга, это главное, чем ты можешь гордиться, вот это, или нет? Ну, знаешь, как, типа, этот ребенок главный, которым ты можешь гордиться? Ну, наверное, нет, в том смысле, но она, она просто немножко другая. А это, наверное, книжка, которая в наибольшей степени сделал для самого себя. Там, например, на титульном листе две звезды нарисованы. И все, кто спрашивает, никто не понимает, что это. А я, когда начинал ходить, вот буквально в мои 16 лет, две звезды, то есть 10-е чемпионство, когда еще не было этих четырех дурацких звезд, это был, ну, такой прям, типа, идея фикс. И я помню, один из первых, как раз, моих матчей, когда я был один, без родителей, я сидел на трибуне Ц в Лужниках, и был как раз огромный перформанс на всей фанатской трибуне с этими самыми двумя звездами. И для меня, как бы, это чемпионство Спартака Карреры, оно вот 10-е. И в этой книжке, ну, вот есть такие, там, пасхалки для меня, например. Вот буквально для меня 16-летнего, сидящего, там, на трибуне и смотрящего на перформансы, или, там, годом позже уже, как бы, ну, изнутри участвующего в этих перформансах, там, меня, когда играли в 2007 году с Динамо, да, в последнем туре, а параллельно Зенит играл в Раменском и стал чемпионом. Мое первое попадание в полицию, в милицию, было не, там, на митинге каком-то или еще чем-то, а вот потому что я Фаер тогда пытался пронести, и меня поймали. Я не знал, что нужно отрезать ручку, прятал, нет, у меня была куртка с таким карманом, куда можно было спрятать капюшон. Я в этом, в этот капюшон засунул, и на самом последнем картоне, уже прямо перед сектором, запуганного меня вытащили менты, ну, как просто отобрали Фаер и пустили, но, ну, короче, эта книжка вот для меня того. Наверное, в большей степени, чем любые другие какие-то мои проекты. Как можно заказать ее, если кому-то захочется, из-за зрителей? Ну, прямо сейчас planet.ru, альбом называется «Спартак золото». Planet.ru? Да. Легко нагуглить, и можно книжку предзаказать, и поучаствовать, собственно, в том, что у нас случилось. Если мы, ну, похоже, что мы соберем, необходимо печатать эту сумму. Очень просто. Столько, сколько предзакажут, плюс примерно еще столько же. Есть же там минимум какой-то? Или минимум уже собрали? Ну, минимум уже собрали, да. То есть, я думаю, что мы напечатаем, наверное, 700, 900, может быть, больше. Посмотрим. Реально, все зависит от предзаказов. Вот сколько предзакажут, плюс еще примерно столько же, мы напечатаем. А ты хотел бы сколько? продавать. Как получится. как бы. Не, ну, если понятно, что совершенно нет предела, оптимально, сколько думаешь? Тысячи полторы? Слушай, мне хочется просто издать. Мы придумали офигенные обложки, мне реально хочется просто их напечатать и посмотреть, как это выглядит. Понимаешь, я хорошо понимаю, что если бы в это вписался бы клуб, и это продавалось бы в магазине, и везде, я был бы абсолютно счастлив вообще ничего на этом не зарабатывать, и пусть эта книжка была бы, не знаю, у всех. Настольной. Ну, вот, да, и тогда понятно, что я можно было бы и 20, и 50 тысяч, сколько угодно. Ну, все, этот поезд уже ушел, поэтому мне просто хочется ее вот перерезать в каком-то чуть-чуть обновленном виде, дополненном, таком более вот цельном, может быть, да, с этим каналом. Окей, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Ура, спасибо. Если можно, пару слов, пожелания зрителям, автору канала, коротко. Пожелания. Болельщикам, футбольным. Ну, футбольным болельщикам, спартака, я, наверное, все же к ним обращусь. Я желаю, в первую очередь, терпения и веры. Наверное, так я бы сказал. У нас есть небольшой презент всем, кто сейчас в программе мы его дарим. Это футболочка. Вот у нас прилетела откуда-то. Прямо с открытой арены. Мы к вам приедем, выходим в наши передачи размера. Эль, супер. Спасибо большое. Наше здоровье. Спасибо. Прекрасно. Все. Спасибо. Реята. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин